добрый день друзья гости моего канала с вами я лариса на канале дивная птица еще по моему в новом году я вам не показывал своих уток вот они мои красавицы моськи у всех красная но нестись еще никто не несется сильные морозы у нас были в теплице они были без отопления вот уже третью зиму они у нас зимуют в теплице без отопления единственное что вот глубокая подстилка мы им подсыпаем подсыпаем соломку слой соломок когда оттепель подсыпаем сверху опилочек и опилочки опилочки получается заполняют сырость если есть какая и снова сверху соломки сена подсыпаем тоже они его сами растаскивают кушают листочки и сами его растаскивают вот они мои красотки облиняли это еще пера полно отрастают он крылышки вот она стоит которая была самая последняя не облинявшая старушка старушка ну старушка три года три года уточки вот она облиняла а вот она еще одна еще до конца вот это вот вот у нее щек крылья видите не облиняли а то уже все и крылья у нее облиняли все у нее облиняла но здесь в этой в будочки они ночуют здесь это я сейчас опилок насыпана пера много много еще меняется перо меняется вот такие красотки белоснежные видите еще нету сервизи не работает значит яйцекладка еще не намечается а я и не хочу как в том году в этом году видите том году они у меня неслись как стали декабрь неслись потом наверное чуть-чуть они отдохнули и снова январь занеслись поэтому нет пусть они к весне занесутся будет очень хорошо летний период инкубационное яйцо утятки эти как они меня слушают насколько они привыкли уже что я их снимаю вот мои красавчики мои красавчики такие да слушай ты ну говори скажи хозяйка еще что-нибудь до зерносмель сейчас даю с добавлением комбикорма еда стоит никакой нормы еда стоит круглые сутки вот закрывать в мороз мы и закрывали вот они заходят туда мы закрываем ракушечка стоит песок там есть но он и подсыпаем песок у нас мы песок два мешка насыпаем ставим в кочегарке где котел и подсыпаем им потом песочка еще вот так что все заказы кто чё заказывал то одна женщина мне писала ой на раннюю весну хочу но почему я не буду в этом году делать на раннюю какую никакую раннюю весну яйцо закладывать рано не буду это очень дорого сейчас еще электричество подорожало это же инкубатор там где стоит инкубатор нужно ночью включать обогреватель для того чтобы комфортная температура инкубатора от 18 градусов иначе идет сбой вот и скачет потом температура в самом инкубаторе неправильная и поэтому я решила что никаких закладок никаких закладок раньше среди марта я делать не буду вот потому что это мне не выгодно вот пожалуйста в апреле в апреле в концу апреля будут утята как они занесутся так во первых недельку надо чтобы они пронеслись чтобы он стал всех топтать уточек то будет как я заметила что изначально неделя идет половина где-то половина и неоплода но вот и вот такие вот игры у них уже начинаются видите вот 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 это ведет к тому что на наверное скоро начнут начнутся у них брачный сезон начнется да девочки не торопитесь не торопитесь вот кто заказал яйцо кто заказал яйцо неделя как занесутся неделя там ей 10 яйцо буду собирать пищевое смотреть а плот буду разбивая в инкубатор закладывать не буду потому что у меня инкубатор нбф на 200 яиц я конечно хочу еще один один же у меня сломался тем летом вот и погибли у меня целая закладка вот так что теперь я я конечно посмотрю куплю еще один память маленький надо купить потому что если яйцо куриное закладать закладывать чтобы было все-таки нарушать да выводила я в том году в одном закладывала утиное яйцо потом закладывала через 10 дней куриное но все равно это потери это получается потом для утиного яйца неправильно потому что когда я закладываю через 10 дней яйцо куриное то я ставлю температуру хотя на 38 хотя бы на сутки а утиному яйцо уже 10 дней ему это не надо поэтому да не выводились у меня но нет не буду больше никаких этих за за это хотела нбф 80 купить но он сейчас уже тоже где-то больше тридцатки я этот покупала за 35 на 200 яиц а это тоже на 80 больше тридцатки больно круто не знаю какой то возьму может блиц возьму что не недорогой вот так что как то так мы будем я потом буду сообщать как занесутся буду снимать видео буду показывать буду все рассказывать поэтому кто ждет кто заказывал будем будете все в курсе событий вот такие новости у нас по уткам по красавчикам а здесь у меня двое вот этого вот это то у меня заберут селезнь одного у меня забрали а уточка молодочка тоже там просит у меня на обмен наверное поменяю а этого этот пойду красавчик скажи я тоже ближе к весне уеду пусть сидит уже он ее уже гоняет она совсем молодушка она совсем молодушка эта уточка убегает от него скажи я еще не готова я еще не готова скажи чтобы по мне меня это самое топтали она от него убегает ну вот тоже у них зерно смесь и индюшинный комбикорм индюшинный комбикорм я даю уткам покупаю этот для взрослых индюков все-таки это же это же тяжелая порода уток да красотки мамочки дочка ваша там молодушка сидит слушает ну надо же какие они у меня слушают слушай мы слушаем мы такие красавицы мы слушаем что-то хозяйка говоришь конечно у них здесь зерно постоянно стоит но сколько у них уходит энергии на то чтобы чтобы обогрев обогрев себя но они там и пирата у них конечно так что энергии поэтому еда стоит у них постоянно постоянно чтобы они у нас не замерзали да да мои хорошие по осени я им делала пропойку от гельминтов да уже надо тоже еще сделать потому что они скоро занесутся надо еще сделать да мои хорошечки и потом станет потеплее посажу их на овес наверное на недельку как начнут пробрасывать яйцо тогда я их вот мои белоснежечки красавицы мои так что вот такая информация показала вам своих уточек в новом году красавиц подписывайтесь на канал ставьте лайки буду очень рада до новых встреч подписывайтесь на канал и 저도 очень рада до новых встреч подписывайтесь на канал и субботник по-русски